Про Ливерморскую лампочку, которая горит больше века. Как известно, лампочки накаливания недолговечны. Однако существуют среди них долгожители. Так, в городке Ливермор в Калифорнии на пожарной станции есть обычная лампочка, которая работает беспрерывно, точнее, с небольшими перерывами, уже более века. Впервые ее включили летом 1901 года. Как ни странно, лампочка работает до сих пор, более ста лет спустя. Лампочка занесена в Книгу рекордов Геннесса как самая долговечная лампочка. Компания Генерал Ильич Трич подтвердила этот факт специально проведенным техническим аудитом. Столетняя лампочка или лампочка из Ливермора, как прозвали ее в народе, горит непрерывно на малой мощности, 4 бата, в глубоком недукале, при очень низком КПД. Первоначально она использовалась для ночного освещения и пару раз меняла место расположения. Последний раз в 1976 году, на текущее место на пожарной станции по адресу 4550-я Астовенуэ, пожарная станция Ливермор Пизантон не планирует замену своей знаменитой лампочки. Несмотря на то, что польза лампочки минимальна, она стала знаменита, сделав таким образом обычный городок Ливермор известным на весь мир. На пожарной станции организованы экскурсии, лампочку посещают множество людей. На нее круглосуточно направлена веб-камера. Для лампочки Ливермора создали веб-сайт и музей. Несколько ученых проводили исследования такой же лампочки, пытаясь выяснить причины столь долгой работы. Так как лампочку им разбивать было жалко, они исследовали нить накаливания при помощи лазера и выяснили только, что сделана она из угля, а по толщине не превышает используемое сегодня. Сотый день рождения лампочки отмечался в 2001 году большим мероприятием с барбекю и живой музыкой. Три группы играли музыку 50-х и начала ха-ха века. Жители городка Ливермор, на которой благодаря лампочке внезапно свалилась популярность, решили отмечать дни ее рождения городскими праздниками. Ливерморская лампочка поучаствовала в фильме про запланированное устаревание и сговор производителей. На заре капитализма инженеры действительно старались проектировать качественные и долговечные предметы потребления, и у них это получалось, пока им этого не запретили хозяева фабрик, заинтересованные в том, чтобы лампочки перегорали чаще и чтобы, соответственно, их можно было больше продавать. Поэтому сейчас таких долгоиграющих лампочек уже нет. Аналогичные современные лампы накаливания работают примерно тысячу часов, и это считается нормой. Когда же Ливерморская лампочка в конце концов перегорит, то ее не выбросят на свалку. Музей Рипли стоит первым в очереди на останки самой долгоживущей лампочки в истории человечества. Правда, когда она перегорит, неизвестно, может быть через год, а может через столетие. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях. Продолжение следует...